Анализы воды, взятой на озере Синиш, проводились по четырем показателям. По двум из них результаты не соответствуют нормативам, а именно превышено содержание кишечных палочек в 100 мл воды и всей совокупности кишечных палочек. Все это говорит об общем загрязнении водоема. И по термотолерантным кишечным палочкам, то есть тем, которые свидетельствуют о свежем фекальном загрязнении. Поскольку у нас сброса хозяйственно-фекальных, очищенных, сточных вод в озеро Синиш нет, значит, вся вот эта грязь идет только от людей. Иными словами, загрязненная вода в Синиже – это следствие нарушения людьми правил общей гигиены из-за мусоренности прибрежной зоны. Но результаты анализов, свидетельствующие о превышенном содержании кишечной палочки в озере, не пугают отдыхающих. Они не намерены прекращать купание. Ну как? Сказали, что нельзя, ну ладно. Все равно. Да. В каждом человеке эта палочка содержится. Как бы это уже от человека зависит, заболеет он или нет. Все равно будем купаться, конечно. Природа хорошая здесь, вода замечательная. Медики же в настоящее время советуют воздержаться от купания в Синиже. Даже несмотря на то, что погода хорошая и опасных вирусов в озере не обнаружено, кишечная палочка способна испортить безмятежный отдых. Употребление большого количества вот этой обычной кишечной палочки, оно может привести к каким-либо расстройствам. Аналогичная ситуация с водой и на Истринском водохранилище. Медики не советуют купаться в местах отдыха в районе деревень Полежайки, Миронцево и Пятница. Безопасна же вода в районах баз отдыха Трусово и Айвери и деревень Логинова, Лопотова и Татищева. Продолжение следует...